Кроме точек, линий и поверхностей, есть еще два очень важных вспомогательных типа данных. Это векторы и плоскости. Про плоскости я расскажу в следующем уроке. В этом я объясню, что такое и для чего нужны векторы. Векторы это невидимые единицы геометрии. Они служат для указания направления и длины. То есть у вектора есть направление и длина. В отличие от отрезка, у которого просто два конца у вектора, один конец это начало, а другой это конец. То есть у него есть направление. Вот чтобы понять, зачем можно использовать вектор, создадим вот такой тип линий. Это как цепь, провисающая цепь. И смотрим у нее на входах первая точка, точка начала, точка конца, потом длина. И вот здесь значок вектор. Значит сюда должен подключаться какой-то вектор. Сейчас сначала подключим точку начала, точку конца. Здесь зададим точки. Две точки. Зададим их. Соединим сюда. Вот, точку начала, точку конца задали. Теперь нужно длину. Ну, пускай будет 20. Вот, задали длину, и теперь у нас как такая провисающая цепь определенной длины. Когда мы сдвигаем точки ближе, она как сильнее провисает, потому что у нее задана длина. Вот, и для чего нужен этот вектор? Вот здесь написано, что это направление гравитации. Сейчас по умолчанию направление гравитации стоит вниз, поэтому она провисает вниз. Но если мы хотим, чтобы она как арка была вверх, нужно сюда задать направление. Вектор должен смотреть вверх. Все ноды для работы с векторами находятся здесь, в вкладке вектор, в группе вектор. Здесь есть разные способы создать векторы. Вот, сейчас нам нужно создать вектор вверх, и здесь есть уже по умолчанию настроенный вектор Z, вертикальный вектор. Просто его берем и подключаем. Она у нас теперь провисает вверх. Мы двигаем точки. Она всегда как будто гравитация на нее действует. Вверх, а не вниз. Ну вот, самый простой способ задания векторов, это с помощью таких вот примитивов. X, Y и Z. Тут X это вектор параллельной оси X. Так, он не работает. Вот теперь работает. Вектор Y это параллельная оси Y. Все понятно. Пускай будет параллельная оси Z. И эти удаляем. Вот. Здесь для вот этого нода нужно только направление вектора. Поэтому мы можем обойтись вот такими юнитами. Unit Z. Но у вектора есть еще длина. И есть случаи, когда имеет значение и длина вектора. Для этого сейчас создадим поверхность, экструд по этой линии. Экструд это выдавливание. Сейчас здесь у него на входе профиль. То есть кривая. И направление вектор. Направление выдавливания. Профиль у нас вот этот будет. То есть наша арка. А направление выдавливания сейчас создадим двумя точками. Создадим вектор по двум точкам. Вот он. То есть первая точка, вторая точка. И на выходе будет вектор. Создадим две точки. Правую кнопку если на пустое место нажать в райна. То вызывается последняя команда в райна. Последняя команда в райна была создать точки. Команда points. Поэтому правая кнопка на пустое место. И можно еще две точки поставить. Так. Здесь вот эти копируем. Это будет. Вот это. Это будет вот это. Первая точка, вторая точка. Вектор мы не увидим. Он у нас как линия не показывается. Но он есть. Сюда подключаем. И он у нас теперь по этому вектору. У которого начало здесь, а конец здесь. По этому вектору. Экструд выдавливает нашу арку. Создает поверхность. Из этого вектора получается берется уже не только направление. Но еще и длина. То есть чем дальше друг от друга будут две эти точки, тем длиннее будет вектор. И тем дальше выдавится вот эта арка. Вот два случая. В первом нам нужно было только направление. Нужно было только направление вектора. Во втором, когда уже экструдь делаем, у нас еще и длина вектора. И векторы, они везде, во многих нодах используются для задания направления и расстояния. И вот везде, где мы увидим на входах значок вектора, можно будет так или иначе использовать вот эти способы заданий векторов.